Черемша в Краснодарском крае растет под елками, а также на елках, а также вместо елок. Моем черемшу, тщательно моем, чтобы она освободилась от земли, ну и от кроны елок, потому что когда она растет на елках, она очень часто бывает прямо с иголками. Черемша должна быть без иголок, и она должна пахнуть диким чесноком, это и есть дикий чеснок. Как приготовить черемшу? Вы должны разжечь мангал, поставить на него сковородку, взять черемшу, вывалить ее вот сюда, это черемша, которую мы с вами собрали несколько секунд назад, ребятушки, дальше. Соль адыгейская, смотрите, жольтый, жольтый соль, немножко буквально, ну может быть, одна-две лёшка, смотрите, ребят, просто его вот так перемешиваете, чтобы на каждую черемшину попала соль. Дальше, ребят, смотрите, масло, немножко, и еще обязательно должен быть лимон, лимон, вот так должен быть, то есть должен пойти дождь из лимона на вашу черемшу. Вот так, вот так, вот так и вот так. И сейчас эта черемша узнает, что такое кубанская сковородка и кубанские настоящие фруктовые дрова. С вами Сюф Краснодарский, сегодня я вас научу готовить черемшу, это дикий кубанский чеснок. Ребят, еще нам понадобятся помидоры кубанские, розовые, мы их режем пополам, выкладываем, потому что нам они будут обязательно нужны при приготовлении нашей черемши. А вы видели когда-нибудь такие черри? А это черри, это огромные кубанские черри, смотрите, вот такие черри используйте только для приготовления черемши. Ни хрена себе черри. Так, что мы делаем? Мы бросаем черемшу вместе с лимоном в нашу сковородку. Вот это черночок, вот это черночок, ребята. Ой, хорошо. Наша черри начинает жариться и в это время нужно, знаете, что сделать? Ребят, нужно обязательно выпить губанского самогона, потому что блюдо не получится. Налили, выпили. Казаки покурить оправиться. Ребят, смотрите, когда черемша начинает немножко румяниться, ну мы просто лимон до конца выдавливаем и убираем его из сковородки, чтобы он нам не мешал, не опускал температуру. Черемша должна выпарить воду из черемши. Видите, воды уже мало, видите, ее практически нет. Вот ее нет, видите. Но для того, чтобы выпарить воду, черемша должна на вашей сковородке лежать на всей площади сковородки. Итак, выпариваем воду и прянем черемши. Видите, она уже выше повесена и такая вот красивая. Пахнет, ребята, чесноком, как будто... Ну не знаю, как будто фура с чесноком перевернулась недалеко от моего дома. Нам нужны помидоры, доска, сюфы, вот такая вот терочка или сито. Смотрите, кладем помидорки прямо на мангал, берем помидорчик, берем сито и делаем вот так. Смотрите, трем прямо помидорчик через сито и это все падает в нашу сковородочку. То есть наша задача, чтобы в сковородку попал томатный сок. Ребят, я подчеркиваю, нужно именно, чтобы капал ваш сок. То есть, смотрите, косточки и шкурки тут остаются, а вы сюда сок от помидора. Причем сок, который продают в магазине, вам не нужен. Вам нужен сок, который делаете сито. Итак, следующее, что мы делаем, мы делаем сок через сито. Потому что нам нужен настоящий сок из помидора, а не поддельный. Какие красивые бульбочки идут от нашего сока. Ребят, смотрите, смотрите, какая красотень. Томатный сок знакомится с диким чесноком. Получается вот такой вот закусом. Ребят, это мировой закусом к любому блюду. Но можно сказать, что это мужской соус, который не просто развивает мужчин. Он очень вкусен. Смотрите, нам осталось еще несколько минут, и мы его будем подавать. И вот, когда ваша черемша уже вся прокипела, стала вот такая мягкая, вкусная и сочная, вы выкладываете ее вот в такую вот красивую мисочку для своих друзей. И говорите волшебные слова. Будьте всегда в теме. Я желаю всем приятного аппетита и всего самого лучшего. С вами был Сюф Краснодарский. Андрей, сыр ты, Андрей, Андрей, ай, дизайн-балян, порезовался, пусть смотри. Там и Саня, которые вы готовы, да? Погнали.